Ну, понимаете, то есть смотрите, вы описали сейчас объём работы вашей судьбы. Я не понимаю даже, что у вас просто жизнь и ясный человек. Вы просто, у вас есть объём работы определённый. То есть вот это трудность, вы её оформили, вы описали её, вот это вот есть трудность у вас, вот такая. Я могу её подробнее описать, если хотите. Это поможет только чуть-чуть, надо просто понять, что делать. Я бы вам предложил делать следующее. Вам надо вспоминать святость. А ещё лучше включать молитву, потому что у нас память со святостью слабая, а побеждать судьбу прямо сейчас надо. При нём включать, потому что молитву всё вам будет переручивать? Нет, нет, не при нём. Для себя? Сейчас я вам объясню. Вы соединены с этим человеком своей судьбой. У меня когда отец ушёл из жизни, я это очень чётко ощутил, не так давно это было. Ну, я соединён с ним судьбой. Он когда ушёл из жизни, я начал вкладывать свои силы в его судьбу. Он сам не смог уже. Я ему помогал, я молился за него постоянно. И его победы были моими победами в это время. Мы соединились с ним в жизни. Обычно я не думал о нём слишком много, но когда он ушёл из жизни, то его судьба стала моей, потому что его судьба опёрлась на меня. И если бы я не стал помогать ему, моя судьба бы тоже пострадала обязательно. И вы находитесь в такой же ситуации. Ваша судьба, его судьба опирается на вашу, вы связаны с ним, и вы не можете из этой связки выйти. Поэтому не надо сейчас пытаться с ним что-то делать. Поймите, что он проходит свои этапы в развитии. Ребёнок в возрасте вашего сына, каждый ребёнок сильно хочет счастья от жизни. Это означает наслаждение для него. А как он видит наслаждение? Компьютерные игры. У него определённый склад психики. У него неуважение, потому что он верил в то, что вы дадите ему счастье. Вы ему счастья не дали, поэтому у него нет уважения. Вы сейчас видите, вы в скорби находитесь, означает в прошлом времени. Почему? Потому что вам не хватает силы побеждать вашу судьбу. Это не его судьба. Смотрите, сейчас объясню. Если мы считаем, что эти проблемы, которые у наших родственников, это их проблемы, а не мои, это значит, что мы никогда не сможем избавиться от беды. Чтобы победить судьбу, человек должен сделать два перевода судьбы. Первый перевод. Надо понять, что это не он виноват, а это время сделало его таким. Это действует сила, которая нас напрягает. Первая стадия победы над судьбой. Человек не виноват, виновата время. Вторая стадия победы над судьбой. Время виновата, но для чего? Для меня. Мой ребенок олицетворяет часть моей судьбы. Это моя судьба, а не его. Его поэтому мучить не надо. Нужно просто сделать что-то с собой. Первая стадия победы над судьбой. У меня в сердце, вот здесь, становится спокойно по отношению к моему ребенку. Он продолжает вести себя, как вел. Вторая стадия победы над судьбой. Я ему начинаю что-то говорить, он слышит меня, раньше не слышал. Третья стадия победы над судьбой. У него начинает все меняться внутри, а я верю в чудо. Я поверила, что Бог есть. Видите, для чего все предназначено это? Для того, чтобы вы поверили, что Бог есть. Но именно с его силой вы и сможете это все исправить. Я вам просто могу еще кое-что сказать про вашего ребенка. Это нормально, потому что так действует судьба вашего рода в целом. Если вы вспомните себя в этом возрасте, вы точно так же не хотели жить в это время. Это по вашей линии идет. У нас у всех повторяются экзамены, потому что люди вместе живут, родственники. Почему? Потому что судьбы похожи. Но вы же живете дальше, правда? У вас появился какой-то смысл жизни. У вас бывают депрессивные моменты. Вы не хотите этого, да? Это называется объем работы. То есть вы не хотите, означает, что вам надо что-то с этим делать. Смотрите, есть разные платформы мышления. Я не хочу, чтобы это было замечательно. Я не хочу, чтобы кухня была грязной. Что дальше? Что значит работать? Вот слушайте внимательно все, это очень важно. Что значит работать в данном случае? Как вы думаете? Есть разные виды работы. Как вы думаете, она может взять лопату и перелопатить просто из сердца, из своего, эту трудность? Может? Может. Знаете, как это сделать? Надо пойти в храм, пойти в храм любой, вот в который ты веришь, и начать там убираться, что-то делать просто. Вот что-то делать для священников, для тех, кто живет для Бога. Просто готовить, просто стирать, просто убирать и думать о своем сыне. Ты можешь чисто физическим трудом победить судьбу, делая что-то для Бога непосредственно. Есть другой способ, который я вам сейчас описал, это самый сильный. Это означает, что вы не лопатите ничего. Это тонкое невидимое оружие, звук. Это как все равно, что пользоваться боевой техникой во время сражения. Ты не рукой бьешь, а у тебя есть сила. Также, когда человек в звуке что-то повторяет, он думает о Боге, с любовью повторяет, он прямо в судьбу действует и ее сжигает просто, и все. Он уничтожает все, что должно плохого произойти. Сначала вы избавитесь от депрессии, потом вы начнете влиять на него, и он начнет избавляться от депрессии. Все. А потом у него появится желание жить просто. Вы меня спрашиваете, почему это так все происходит? Нет смысла это объяснять. Надо понять, что так происходит, потому что так действует время. Конечно, есть причина, и эта причина, она находится в вас, и находится в нем. В прошлой жизни вы долгое время жили, не желая жить. Из-за этого вы наказаны сейчас в этой жизни. Вот и вся причина. Но неужели надо обязательно это все объяснять и раскладывать? У каждого человека есть обязательно причина. Нет смысла о ней думать. Есть смысл делать то, чтобы это победить. Есть другой способ. Вам надо просто жить. Понимаете? Жить, действовать в жизни. Вот депрессия пошла, значит, помогите кому-то, помогайте. Жить означает что-то делать для других. Попытайтесь это понять. Отдайте себя в этой ситуации. Бог вам дал ситуацию с вашим сыном. Победите себя, победите его судьбу. С помощью слушания. Или с помощью служения в храме. Или с помощью поклона, который вы наносите святому человеку. Вот есть икона, допустим, святой человек. Клантис ему. Клантис, клантис, клантис. Означает и для чего? Чтобы сыну стало легче. Тоже, пожалуйста. Есть разные методы. Есть простые методы, когда не сильно надо слушать что-то. У тебя нет возможности слушать. Ты не знаешь, как слушать и молиться. У тебя нет знания. Зато ты можешь кланяться иконе. Здесь не надо никакого знания. Спрашиваете, а что, зачем мне кланяться? Что, я от этого лучше стану? Да! Да! Я от этого стану лучше, потому что на иконе находится личность живая, не мертвая. Там есть святой человек, и он реально живет, реально живет, реально существует. И ты просто кланься ему, и он будет счастлив и даст тебе в ответ то, что тебе нужно. Потому что ему нужно, чтобы ты просто в него верил. Когда ты в него веришь, он тебе дает силы. Он хочет только, чтобы ты был счастлив. Он живет для тебя, поэтому он и святой. Он уже не живет для себя, он душа. Он чувствует себя душой. И если ты начинаешь ему кланяться, ты ему разрешаешь жить. И поэтому он тебе благодарен, говорит, хорошо, а теперь получи ты то, что тебе нужно для твоей жизни. Всё. Вот это то, что делали наши предки веками, а мы об этом забыли просто, и всё.